алоха уважаемые ну что вы просили обзор на япона хука вот пожалуйста япона хука прислали мне кальян и сразу же огромное спасибо sky market у за то что помогли в доставке кальяна вот такая вот история честно скажу когда приехал мне кальян был очень рад почему потому что япона хука это такая одна из моих маленьких мечт которая уже тянется там несколько лет там 3-4 года но постоянно у нас в украине не было их в наличии потом начали их там кто-то каким-то образом привозить по каким-то супер завышенным ценам там типа 10-12 тысяч за кальян вот и собственно sky market начали сотрудничать с японой стали их представителями в украине поэтому если вы хотите себе такой кальян можно обращаться к ним вот теперь переходим к делу япона хука русский бренд из города санкт-петербург и этот бренд уже существует достаточно давно и достаточно хорошо себя зарекомендовал начиная с того что упаковка я сейчас конечно это не продемонстрирую потому что я уже после того как потестил его собрал как смог вот но в целом типа чем они отличаются что производитель даже выкладывал видео где он берет любую коробку там с колбой с шахтой кальяна и просто бросает там с высоты метра двух метров прыгал ногами на них и ничего не происходило не с кальяном не с колбой типа мы сейчас еще чуть там через пару секундочек аж немножко я затрою покажем что тут как в коробках обустроена да но типа ничего сверхъестественного нету поэтому производители кальянов обратите внимание на именно внутреннюю упаковку этого всего вот значится япона хука соответственно отличаются у нас таким типо японским стилем это деревянные кальяны ну не они естественно не полностью из дерева но тем не менее по качеству опять же они зарекомендовали себя не только там в россии в странах снг но и в целом мире на сегодняшний день япона хука представлена на всех континентах нашей планеты на секундочку даже бляха в австралии в антарктиду конечно я немножко сомневаюсь но неплохо очень неплохо бренд развивается семимильными шагами просто в плане до продаж своих и узнаваемости вот поэтому давайте короче сейчас покажу вам как здесь все упаковано и что у нас здесь вообще есть внутри и сразу же такая небольшая оговорочка да япона хука это из тех брендов которые топят за полную комплектацию теперь смотрите а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотя, мне кажется, нет вообще людей, кому эти кальяны не нравятся Полетели Я, естественно, потому что там диффузор Переливчик себе такой небольшой, пока никто не видит, сделал Вот, поприятнее Итак, Японо Хука Японские кальяны с производством в России Значится Как, я думаю, уже многие знают, но вдруг кто-то не знает, конкретно для тебя рассказывают Есть четыре модели Шурикен высокий, мини-шурикен Вот это называется модель Амур И есть еще четвертая Лотус Вот, в зависимости от цвета дерева Называется, собственно, цвет модели Да, но помимо, скажем так, стандартных цветов Там венги и так далее Вот это венги Есть еще с военного ламината На секундочку Тут сейчас появится где-то фотография Вот Очень нестандартно выглядит И относительно недавно появились эти кальяны То есть там, может, в районе двух лет Плюс-минус Точно не помню, не буду говорить И значится касательно упаковки Вы видели Упаковка, ну, типа, простенькая Там нету ничего сверхъестественного С каких-то сверхъестественных материалов Поэтому, уважаемые производители Обратите внимание на то, как пакуют свои кальяны Япона Хука Это один из тех брендов, которые можно ставить в пример Да, там, наряду с некоторыми нашими тоже украинскими производителями Едем дальше Комплектация Вы увидели В комплектации есть все Даже бляха-чашка На секундочку Но чашки Уже про чашки есть прям отдельный выпуск Поэтому я ее даже не распаковывал В комплекте Ну, у меня, во всяком случае, шла модель Butterfly Кто, кстати, не видел обзор на чашки Тут сейчас сверху появится напоминание Напоминание Господи, откуда вообще слово сейчас это взялось в моей голове Ссылочка на видос будет Значится Выступают, да, они за полный комплект То есть в комплекте нету только колодки И то, по сути, можно как бы, да, если руки еще не сильно там снежку слепили То можно забить и на фольге В целом То есть, типа, можно купить кальян Прийти домой Забить и покурить Ну, это ж кайф К сожалению, таких производителей В целом даже в мире не так много Не то, что там в Украине или в России Но лично я очень разделяю Вот позицию, типа, япон и хуки В полной комплектации, да И это полная комплектация не так Что там в комплекте какая-то дешманская, типа, китайская колба за 200 гривен И чашка, у которой себестоимость, там, ну, типа, гривен 10, наверное Это прям, ну, хорошие продукты, которые идут в комплекте Это прям огромный лайк Вот Собственно, мы с вами подходим к плюсам и минусам Поехали Начинаем с плюсов Тут сейчас первые два плюса максимально быстро Это упаковка и комплектация Да, два плюса у нас уже есть Едем дальше сразу Второй плюс Третий Что-то с математикой уже у меня Третий плюс Это качество дерева Назову его вот так Почему я об этом говорю? Для меня на данном этапе Моей жизни Всего есть три производителя Кальянов с деревом У которых, ну, я даже не слышал никогда никаких проблем Это два украинских производителя Totem Hook И Хмара И, собственно, Япона Hook Это третий бренд Из деревяшек, за которые я не слышал Никаких проблем Даже у Hook Бывает такое происходит Что где-то там какая-то трещина пошла Все уже внешний вид теряется Туда в эту трещину вода попадает Эта трещина еще больше становится Дерево разбухает Ну, короче, типа, жесть начинается Это, конечно, больше история про брак Да? То есть это далеко не каждая модель Такое происходит Но, тем не менее У Totem, у Японы, у Хмары Я за такие моменты не слышал Кстати, если вдруг у тебя такая проблема есть Напиши или в комментарии Или мне в директ В инстаграм Да, там ссылочка в описании есть Вот Значит, по дереву мы разобрались Едем дальше Четвертый плюс Это обработка всех частей И полиоцетальных Там металлических Деревянных Абсолютно всего Все хорошо обработано Все Тут покрыто как бы краской Да, настолько Что я даже не знаю С какой силой надо приложить удар Типа по Там основанию, например Да, чтобы здесь что-то там Как-то краска слезла Очень круто В плане обработки Очередной респект Япония Хука Следующий момент Это то, что Мундштук по стилю Соответствует На миллион процентов Декору шахты Это прям огромный лайк Да и в целом Мундштуки Япона Которые вроде бы так Типа простенькие Да, с виду Как по мне Это вот Они находятся в моем топе Мундштуков с деревом Поэтому если У тебя деревянные кальянки То Япона Хука На них Также стоит обратить внимание На самим Мундштуки Итак, ребятки Конечно же Розыгрыш Правда в этот раз Он немножко скромненький У меня В коллекции Баттерфляй уже имеется Чашечка от Японы Вот И еще одна Мне приехала в комплекте Поэтому Эту чашку Одну я разыграю Как всегда Нужно просто Оставить комментарий Никаких там Никнеймов Ничего Что в этом комментарии Должно быть Я Подкидываю вам Сейчас очень интересную Важную Инсайдерскую информацию В 22 году Стоит ждать Какую-то Вау Новинку От Японы Как обещает производитель Будет хороший разрыв Поэтому Возможно Это будет новый кальян Да Или обновленные Версии кальяна И возможно Будет У меня Какое-то видео Типа из разряда Сравнения Старая Япона ВС Новая Но Это мои догадки Я не знаю Что там будет А ты Напиши В комментарии Свою догадку Что Это может быть Или второй вариант Что бы ты хотел Что бы Япона Хука Сделала Вот и все Пишешь свой комментарий Обязательно подписаться В описании Есть ссылочка На инстаграм Японы И Быть подписанным Естественно На мой ютубчик Поставить лайк И быть подписанным На мой инстаграм Все как всегда Правила Неизменны Ни в одном из видосов Вот Через недельку Определю Победителя Кто же заберет Чашечку Себе Всем успехов Следующий момент Из положительных Да Это то что есть Вариативный диффузор Захотел Открутил Захотел Накрутил Он из нержавейки Все дела Вот Переходим Теперь Ну естественно Опять же В комплектацию Относится то Что тут естественно Все уплотнители На месте В комплекте Здесь у нас еще Соединение На о-ринге Ну Для меня Это Тот момент Который Плавающий Да Потому что Лично у меня Никогда не было Никаких проблем С о-рингами Но Свышал Да Что там У кого-то Порвался У кого-то Там он Сильно толстый Тяжело засунуть Высунуть Ну короче Да Кстати Пружинка Тоже Идет в комплекте Еще туда Назад Чуть Подзабылся Вот Переходим Теперь К плавающим Моментам К сожалению Они тут тоже есть Или Не к сожалению Не знаю Просто они есть Вот Это вся история Не разборная То есть Можно открутить Диффузор Можно снять Блюдце Но Сама по себе Шахта Не разборная Для кого-то Плюс Для кого-то Минус Ну там Для транспортировки Да Если вы Хотите с собой Кальян возить Везде всегда То это Скорее Минус Вот Такой момент Следующий момент Это Блюдце Блюдце На этом кальяне Больше Выполняет Декор Роль Чем Практичность Потому что Само по себе Блюдце Небольшое Здесь Как вы видели Есть такая Типа Железная тарелка На самом блюдце С дырочками То есть Типа Чтобы вы Не прям На само блюдце Клали уголь Да А на вот эту Защитную Такую Тарелку Сетку Назовем ее Так Почему так Опять же Если вы будете Класть на Вот это Железное Блюдце То здесь У нас Есть вот Такая Деревянная Подставка И соответственно С деревом Могут быть Проблемы От высоких Температур Тем более Если вы Положили уголек И пошли Бляха В магазин Конечно Тогда дереву Будет плохо Вот Поэтому Вроде бы Как Лично С моей Точки Зрения Да Выглядит Просто Секс Но По поводу Практичности Очень Типа Спорный Момент Вот И Следующий Момент Это то Что на Колбах Япона Хука Как вы Увидели Когда я Доставал ее С коробки Есть Вот такая Вот Как бы Типа Насадка В чем Ее плюс Самый Главный Во первых Что когда Вы достаете Шахту То вы Скорее всего Будете Бить Об Вот Эту Насадку Да То есть Вы Не разобьете Колбу И Здесь У вас Все Не просто Вровень Становится А оно Прям Красиво Практически Идеально Подходит Да Вот Колба Под Основание Шахты Красота Ляпота Согласен Абсолютно Но У этого же момента Есть И небольшой Минус Да Если Вы Вдруг Разбиваете Колбу Вам Нужно Будет Подолбаться Немножко Посчищать Тут Всякие Там Клеи Остатки Стекла Потом Новую Колбу Наклеить На эту Насадку Ну Или Не Заморачиваться И купить Типа Плюс Минус Стандартную Колбу Да Стеклянную Там Где Не Будет Вот Этой Вот Истории Но Опять Как минимум Которому Вы Привыкли Поэтому Как бы Момент Плавающий И Минус Я Нашел Всего Лишь Один В этом Кальяне Кроме Вот Этих Плавающих Моментов Это Клапан Продувки Как бы Это Смешно Не звучало Но Тем Не Менее В каком Плане Минус В клапане Продувки Это Тот Что Там Скапливается Конденсат И Типа Нормально Так Плюется Этот Клапан Продувки Ну Естественно Эта История Не так Что Вы Там Одну Чашку Забили И С первой Чашки У вас Тут Вся Колба В потеках Конечно Нет Вот У меня Даже На Сейчас Нету Вообще Никакого Конденсата Но Дома Когда Я курил Типа Чуть Поплевывается То Что Называется Да Но Почему Это Такой Немного Смешной Минус Да Потому Что Достаточно Много Кальянов Больше Час Я бы даже Сказал Явно Больше Половины У которых Есть Такой Не совсем Приятный Моментик Именно С клапаном Продувки Вот В целом Как бы Это и Весь Минус Все Минуса Точнее Да В кальяне Поэтому Япона Хука Они Знают Что Я их Фанат Да Мне Очень Нравится Типа Исполнение Мне Очень Нравится Качество В целом Типа Я Максимально Положительно Отношусь К этому Бренду К их Позиционированию Правильному И Надеюсь Что Теперь Когда Этот бренд Представляет В Украине Скаймаркет Все Будет Намного Проще В плане Этих Кальянов В Украине Их Появится Намного Больше Вот Актуальные Цены Я вам Не буду Говорить Потому что Достаточно Быстро Меняется Ассортимент Скаймаркета Они Привозят Партию Она Достаточно Быстренько Разлетается Естественно Какую-то Часть Они Всегда Оставляют Под розницу Но Она Тоже Достаточно Быстро Разлетается Поэтому В описании Есть ссылочка На Скаймаркет И Можете Зайти И Почекать Какие Там Ценники На Разные Модели Вот На этом Собственно И все Участвуйте В розыгрыше Курите Вкусные Кальяны Делитесь Своими Крутыми Миксами Со Своими Друзьями Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует